Здравствуйте! С вами в студии Левицкая Наталья Игоревна, ведущая юрист коллеги адвокатов «Особое мнение». Сегодня мы с вами рассмотрим основные особенности приобретения жилья в ипотеку. Ипотечное кредитование, то есть покупка жилья за счет заемных кредитных средств, но под залог приобретаемых жилых домов или квартир широко используется среди населения. Однако, покупая жилье в ипотеку, необходимо реально ценить свои финансовые возможности, особенно если погашение кредита предполагается за счет доходов только одного члена семьи. Кроме того, необходимо помнить о следующих особенностях. При приобретении жилья за счет кредитных средств в отношении этого жилого помещения возникает залог в силу закона. При этом возможно заключение двух самостоятельных договоров с банком – кредитного договора и договора об ипотеке. Но, как правило, условия об ипотеке приобретаемого объекта недвижимого имущества содержатся в самом кредитном договоре. Перед заключением договора заемщик имеет право получить полную информацию об условиях предоставления, использования и возврата ипотечного кредита. Такая информация должна размещаться в местах оказания услуг, в местах приема заявления о предоставлении кредита, в том числе в сети интернет. При заключении договора заемщику предоставляется график платежей с информацией о суммах и датах платежей по кредитному договору с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга, и сумм, направляемых на погашение процентов. В кредитном договоре должна быть определена полная стоимость кредита, обеспеченного ипотекой. Договором может быть предусмотрена выдача закладной, то есть ценной бумаги, удостоверяющей в частности право ее законного владельца на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без предоставления других доказательств существования этих обязательств. Нотариальное удостоверение договора об ипотеке не является обязательным, оно возможно только в добровольном порядке и по соглашению сторон. Исключение составляет сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, которые подлежат нотариальному удостоверению. С 1 июля 2014 года договор ипотеки или кредитный договор, содержащий обеспеченные ипотекой обязательства, не подлежит государственной регистрации. Однако сама ипотека должна быть зарегистрирована в установленном законопорядке. В отношении ипотеки жилых помещений предусмотрен ускоренный срок регистрации – 5 рабочих дней со дня предоставления необходимых документов. За государственную регистрацию ипотеки в силу закона госпошлина не уплачивается. Для государственной регистрации ипотеки понадобятся, в частности, следующие документы. Заявление залогодателя или залогодержателя. Документ, удостоверяющий личное заявителя. Договоры об ипотеке и документы, названные в договоре об ипотеке в качестве приложений. Кредитный договор, исполнение обязательств, по которому обеспечивается ипотекой. Закладная и документы, названные в закладной в качестве приложений. Если в договоре об ипотеке указано, что права залогодержателя удостоверяются закладной. Сейчас мы поговорим об особенностях недвижимого имущества, передаваемого в залог. Предметом ипотеки, то есть недвижимым имуществом, передаваемым в залог, могут быть как индивидуальный жилой дом, квартира, так и часть дома, либо квартиры, состоящие из одной или нескольких изолированных комнат. При ипотеке квартиры в многоквартирном жилом доме заложенное считается наряду с жилым помещением и доля в праве общей собственности на жилой дом. Очень важной является оценка предмета ипотеки. Определять его стоимость должен независимый оценщик. Поэтому, если банк настаивает на том, что оценку должен производить какой-то определенный оценщик, это должно вызвать у вас подозрения. Стоимость приобретаемого жилья не должна быть занижена. Иначе может возникнуть ситуация, что после обращения взыскания на жилое помещение денег от его реализации у собственника не останется. Заложенное имущество обязательно должно быть застраховано. Страхование жизни и трудоспособности заемщика не является обязательным по закону. Включение в кредитный договор условия об обязанности заемщика застраховать жизнь и здоровье, фактически являющиеся условием получения кредита, свидетельствует о злоупотреблении свободы договора со стороны банка. Также не основано на законе требования банка о страховании заемщика в конкретной названной банком страховой компании и навязывании условий страхования. Однако является правомерным условие о том, что кредит может быть выдан заемщику в отсутствии договора страхования, но в этом случае по нему устанавливается более высокая процентная ставка. Если передаваемое в ипотеку имущество находится в совместной собственности, потребуется письменное согласие всех собственников. Согласие другого супруга должно быть нотариально удостоверено. Когда в залог передается жилой дом или квартира, находящиеся в собственности несовершеннолетних граждан, а ограничено дееспособных или недееспособных лиц, над которыми установлена опека или попечительство, сделку необходимо согласовывать с органом опеки и попечительства. Договор найма или договор аренды жилого помещения заключены до возникновения ипотеки или согласия залогодержателя. После, при реализации жилого помещения, сохраняют силу и могут быть расторгнуты в общем порядке. А что касается особенностей снятия обременения. С прекращением кредитного обязательства залог прекращается. О прекращении ипотеки должна быть сделана отметка в реестре, в котором зарегистрирован договор об ипотеке. По общему правилу, для погашения записи об ипотеке в регистрационный орган достаточно предоставить заявление владельца закладной или совместное заявление залогодателя и залогодержателя, или заявление залогодателя с одновременным представлением закладной, содержащий отметку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме. Данная отметка должна включать слова об исполнении обязательства и дате его исполнения, а также должна быть удостоверена подписью. Владельца закладной и заверена его печатью. При погашении регистрационной записи об ипотеке закладная аннулируется. Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих дней. За погашение регистрационной записи об ипотеке госпошлина не уплачивается. Существуют определенные особенности обращения взыскания на заложенное имущество. Итак, если заемщик нарушил условия договора о предоставлении кредитных средств, банк может взыскать неуплаченные вовремя денежные суммы за счет заложенного в ипотеку имущества, то есть обратить взыскание на заложенное имущество. В этом случае у граждан, проживающих в ипотечном жилье, прекращается право пользования жилым помещением. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество – одно из главных условий договора об ипотеке, на которое залогодателю следует обратить внимание при подписании. Заложенный жилой дом или квартиру банк может истребовать как в судебном, так и во внесудебном порядке. Если в договоре об ипотеке указано условие о судебном обращении взыскания, то у заемщика-залогодателя больше шансов доказать отсутствие нарушения в слове кредитного договора и отстоять свою жилую площадь. По заявлению залогодателя суд при наличии уважительных причин вправе в решении об обращении взыскания на заложенное имущество отсрочить его реализацию на срок до одного года. А если должник в пределах предоставленного ему отсрочкой времени удовлетворить требования кредитора, обеспеченные ипотекой в том объеме, который они имеют к моменту удовлетворения требования, суд по заявлению залогодателя отменяет решение об обращении взыскания. Если же договором в ботеке предусмотрен вне судебный порядок, жилой дом или квартира, на которые обращено взыскание, реализуется путем продажи с торгов, проводимых в форме открытого аукциона. Итак, сегодня мы с вами обсудили ряд проблем касательно ипотечного кредитования. Если у вас остались вопросы или требуется более детальная консультация, наши специалисты будут рады вам помочь. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok